Привет, друзья! И, наконец-то, я снимаю свое видео про англио-англичан. И сегодня я расскажу вам про стиль одежды англичан, про то, как они одеваются, как они красятся, какие прически делают, и, в принципе, про их имидж и про их образ, так скажем, внешнего вида. Поэтому, если вам это интересно, то оставайтесь со мной. В чем я заметила большое отличие англичанина от того же американца? В том, что как одевается типичный среднестатический американец? Он открывает шкаф и берет то, что первая попалась ему под руку, одевает старые замыканные кроссовки, потертые джинсы, какую-нибудь футболку, поедет. И так одевается большинство американцев из какого-нибудь там среднего городка. Я там, конечно, не говорю про Нью-Йорк. И нормально, никто даже косо на тебя не посмотрит. Все отлично, все замечательно. Многие русские тоже так одеваются. В Англии? Нет. По крайней мере, в том городе, где была я. Я думаю, что в Лондоне тогда даже гораздо больше развито. В Брайтоне? Если вы увидите панка, там очень большое количество различных субкультур. Я заметила панка, гота, эммы там даже до сих пор сохранились, мне так кажется. Хиппи. Большое количество дрэдастых я там видела. То вы заметите такую интересную особенность. Я вот долго смотрела на них и не понимала. Вот вроде все по канону. Да, они полностью отражают свою субкультуру, но что не так? Я поняла, что готы имеют чистые и аккуратные волосы. У панков идеально выглаженные штаны. У них нет сальных волос. Они абсолютно чистые, ухоженные ребята. То есть, если в России можно увидеть какого-нибудь панка, он там весь в рваном. Грязная башка. Все какое-то здесь непонятное. Грязное, пыльное. И это будет нормально. Такой типичный панк. Почему нет? Нормально. То нет. Там все стильно. Все с иголочки. Даже если человек одет во все рваное. Оно рваное не просто так в разных рандомных местах. Оно все аккуратненько прошито. Оно все очень красиво. Все очень стильно. Все сочетается. То есть, это аккуратность. Это аккуратность в деталях. Аккуратность во всем. Мне это понравилось. Самое интересное. Потому что в то время, в 16 лет, я еще толком... У меня не было стиля какого-то в одежде. Я даже не знала, как правильно одеваться. Поэтому так получилось, что я открыла какой-то каталог. И там были какие-то рукозвезды. И там был, по-моему, Честер Беннингтон из Линкинг Парк. И он был одет в черную рубашку с коротким рукавом. И в черные обтянутые джинсы. Да. Я поняла, что я хочу этот стиль. Я хочу стиль Честера. И тогда я пошла в магазин. И я нашла себе черные джинсы и черную рубашку. Эти до сих пор были мои самые любимые джинсы. До того, как они порвались. От старости. От того, что они протерлись во всех возможных местах. Но это были мои самые-самые любимые джинсы. Друзья, серьезно. Бывают такие вещи, которые остаются с вами на очень долгие годы. И вы просто горюете и плачете, как крокодил. Когда вы что-то... Когда вы их теряете. Да. Увы и ах. Но, кстати, эта рубашка, она у меня жива. Я вам сейчас ее покажу. Друзья, вот эта рубашка. Если вам будет видно ее. Она немножко выцвела. Она уже не такая черная, как раньше. Но это классная вещь. Я ее носила постоянно. Не снимай. Носила ее и в школу, и в универ. И летом я ее до сих пор ношу. Ее качество просто офигенное. Кстати, сделано это в Индии. Да. Я так понимаю, что это не английская рубашка. Фирма Divided. А, это H&M. H&M, да. И я обожаю. Это действительно качественная вещь, которая останется со мной на долгие годы. Я просто трогаю ее на Англии. Еще, друзья, я заметила такую интересную вещь, что по большей части девушки одеваются там достаточно, ну, не то чтобы скромно, но не так вычурно, как, допустим, в Москве, в центре Москвы. Как ни странно. И мне большее внимание привлекают парни. Как ни странно, парни, да. Не знаю почему. Может быть, потому что братин считается вообще гей столицей всего мира. И Европа вроде как. Рассказывала, по-моему, о таком случае, что я лежала на пляже, переглядывалась с каким-то молодым человеком. И он тоже со мной переглядывался. Попивал газировочку. И я такая, ммм, да, очень даже, да. Вот я тут к нему подошел его молодой человек, и они начали целоваться. И я подумала, ой, ну что же ты мне голову-то пудрил. Девушки одеваются достаточно скромно в сравнении с ребятами. Ребята там все очень с какими-то прическами, с татуировками, с пирсингами. А девушки почему-то достаточно скромные. Единственное, кто не скромный, это те, кто приезжают туда. Когда я впервые слышала сербский язык в Англии, я не поняла. Я подумала, что это русский, но только задом наперед. Я вроде как все понимаю, но я ничего не понимаю. Мне нравится, как одеваются английские бабушки. Потому что я писала уже статьи на эту тему, что английские бабушки – это клонированная мисс Марпл. Ну серьезно, вы помните мисс Марпл? Помните, да? Вот чаще всего там такие бабушки. Я за все свое время пребывания в Англии не увидела ни одной толстой бабушки, имеющей лишний вес. Они все очень стройные, миниатюрные, грациозные. Очень много бабушек занимаются спортом, бегают. А бегают там вообще все, поголовные, даже не знаю, кто там не бегает. Кто не бегает, считается вообще, наверное, странными людьми. И они одеваются достаточно изысканно, я бы сказала. Я видела такую, знаете, толпу бабушек, которые рано утром собирались возле магазина и шли вместе за молоком, обсуждали какие-то новости. И жемчужные ожерелья, какие-нибудь такие кардиганчики, свитерочки, юбочки, перчесочки у них у всех такие завитые. У них могут быть седые некрашенные волосы, но они так смотрятся, так замечательно, так мило, и у них какой-то легкий макияж. И здорово. Мне это действительно очень сильно понравилось. Если вы зайдете в какой-нибудь супермаркет, то вы заметите, что там большое количество кассиров мужчин. И эти кассиры мужчины очень часто имеют много татуировок, у них очень часто есть даже какие-то микродермалы в голове, которые выглядывают типа как рожки или как рога, или как рог единорога. У них часто покрашены разные волосы, могут быть тиракезы, короче, все что угодно. Цветные линзы даже, которые иногда пугают. Но они работают там, и это нормально, и никто не говорит ни слова, и работают они, кстати говоря, хорошо. Они очень вежливые, скромные, спокойные, желают вам хорошего дня. И это круто. И также наравне с ними работают вот эти вот бабушки, которые одеваются как Miss Marple. И вот этот вот контраст, и ты понимаешь, насколько это свободная страна, насколько здесь развита вот эта свобода самовыражения. До чего в России, конечно, еще, я думаю, пехать и пехать семимильными шагами. Потому что у нас там, не знаю, выйдешь какой-нибудь черной помадой, на тебя уже посмотрят странно. В Англии никто на тебя странно не посмотрит. На тебя посмотрят скорее даже, вау, какая она смелая. Да, это же замечательно, это самовыражение, она прекрасно выражает таким образом свой внутренний мир. То есть, и то. Этого никто не скажет тебе в лицо. Нет. Ты можешь идти по улице и на всю улицу распевать песни в наушниках. Спокойно. Я видела очень много таких бизнесменов, которые в таких костюмчиках, очень таких изысканных. И у этих бизнесменов очень часто они могут быть такими почтенными господинами, там, за 40 лет уже, но у них какие-нибудь прикольные прически, у них могут быть сережки в ушах. И они идут размахивать своими портфелями и на всю улицу поют песни. Да. И никто на них не смотрит косо, никто не говорит, что они какие-то плохие. Вот это мне нравится в англичанах. И если все-таки возвратиться к стилю одежды, то какой-то такой богемный, расслабленный, гранжевый шик присутствует все-таки в духе Англии. И, на мой взгляд, это здорово. Наверное, я просто еще не была в Нью-Йорке, я не видела, что там. Но, по крайней мере, в Брайтон. Это студенческий, молодой, постоянно развивающийся активный городок, где, я думаю, мода также не стоит на месте. Да, и тогда я под влиянием всего этого не только приобрела себе джинсы, рубашку, еще футболку, еще браслет с шипами, куча черепов. Короче, у меня было много всего. Я была очень такая неформальная девочка тогда. И у меня были тогда волосы рыжие, тогда еще рыжие. И отросшие корни свои вот примерно так. Они были ужасные и сухие. Я подумала, а, не буду ничего покупать, пойду я в парикмахерскую лучше. Вот я пошла в парикмахерскую, и я не знала, что я хотела. Я совершенно не знала. Пока я искала парикмахерскую, я увидела салон. И там увидела за стойкой администраторшую. У нее была такая прическа, боже мой, мне никогда такую прическу нигде не делали. Это была короткая стрижка, я даже не смогу вам описать, серьезно. Это была крутая стрижка. Я вот так встала, вот так вот смотрела на нее, зашла и сказала, я хочу прическу, как у вас. Вот. Она так вот заулыбалась, и мне сделали, мне сделали прическу, как у нее. И да, ни в одной парикмахерской не делали мне такого чуда, что сделали мне тогда. И рука мастера была просто легчайшая. Я вообще не чувствовала, что мне что-то делают. Мне делали массаж головы, мне предложили кофе, и я была просто на седьмом небе. И заплатила я, кстати, не очень дорого. Еще зашла в магазин, купила себе черные тени и тушь для ресниц. 16 лет это была моя первая косметика, которой я стала пользоваться. Вот я брала тени черные, вот так вот пухала их на глаза, без выстушевки, без всего, и такая вся деловая, красивая. Я думала, что ходила. Да, это был мой первый такой опыт с макияжем. Поэтому, да, друзья, когда я приехала домой, я, безусловно, поменялась не только в плане изучения английского языка, но и в плане стиля одежды. Потому что я стала более расслабленной, я стала более смелой. Если раньше я, наоборот, старалась как-то, знаете, наглухо закрыться, надеть какие-нибудь закрытые темные свитера, темные джинсы, и чтобы меня вообще никто не трогал, и никто ко мне не лез, то после приезда в Англию мне захотелось вдруг как-то раскрыться, как-то проявить себя и получать удовольствие просто от какой-то классной одежды. От классной одежды, в которой я чувствую себя очень уверенно. Поэтому, я думаю, в этом нет ничего плохого. Так что, друзья, если вам был интересен такой опыт, то, пожалуйста, ставьте пальчики вверх. И в следующем видео я, скорее всего, расскажу именно про характер, про привычки, про образ жизни англичан. Так что оставайтесь со мной, не пропустите. И пока-пока! До встречи в следующих видео!